Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для начала пару слов... Буквально совсем пару слов о том, что не вместилось в прошлую лекцию и... Для чего вообще она была сделана? Это самая прошлая лекция... Нет, это, наверное, на эту сторону вешается... Да. Значит, еще раз. Прошлая лекция у нас была посвящена командной строке вообще и терминалу, предоставляющему эту командную строку в частности. Погромче. Сначала зачем я это сделал? Если вы помните, это был чуть ли не первый камень прикновения в списке того, разговор... О каких сущностях является разговор Малинус, когда мы его составляли вот на первой лекции. Ну, была еще нулевая. Я же это сделал в начале нашего курса для того, чтобы развязать себе руки. Теперь, если я буду в подтверждении своих слов писать на доске какие-то команды, я буду говорить, ну, у нас уже была лекция по командной строке, вы должны все это понимать, вы даже сделали домашний задание. Вот. Забегая немножко вперед, скажу, что именно интерфейс командной строки является наиболее старым, что ли, образованием в Linux, как в Unix-подобной операционной системе. И по этой причине очень многие вещи, которые существуют в вот такого рода системах, в POSIX-совместимых системах с давних пор, лучше всего иллюстрируются именно через нее, через командную строку. Это раз. Ну и два, соответственно, именно такие вещи меньше всего подвержены таким неожиданным кардинальным изменениям. И поэтому, зная их, и используя их, и опираясь на них, мы можем говорить, что мы более или менее понимаем, как в этом месте устроена Linux-система. Теперь относительно того, что в результате представляет собой какая-то самая командная строка, как если бы мы пытались сделать домашнее задание. Выясняется, при попытке сделать домашнее задание, что в командной строке есть одно место, есть одно место, такое вот что ли узкое. Когда я рассказывал про командную строку, все это выглядело очень даже заманчиво. Смотрите, у нас есть универсальный интерфейс управления, у него есть некие особые базовые принципы, подсрочная работа, совмещение потока данных с потоком информационной, с потоком управления, есть очень гибкое понятие командной строки в шеле, да, там окружение, команда, параметры, все хорошо. Есть как бы хороший такой задел на свойства оболочки, а именно, что команда в командной строке может быть просто программой и вызываться просто по имени, ну и так далее и тому подобное. То есть мы можем конструировать систему достаточно гибким образом, используя как связующий элемент вот эту самую командную строку, точнее интерпретатор. Узкое место стоит в следующем. Вот новички, такие люди, которые первым делом начинают знакомиться с Linux, им говорят, работай в командной строке, немедленно спрашивают, сколько команд в командной строке, покажите мне список. Вот. Те, кто из вас тут так это тихонько хихикает, знают, что этот список довольно велик. Более того, сам по себе вот список команд командной строки как раз не является инвариантом. Потому что возможность запускать по имени любую программу означает возможность, вот, означает, что этот список динамический. Вот какие программы у вас установлены в системе, таков он и будет. Он еще зависит от текущего контекста. Она же функция должна определить. Да, совершенно справедливо. Значит, короче говоря, список этот в своей полноте не постоянен, хотя есть некое подмножество, о котором мы будем говорить в следующем семестре более пристально, которое как раз обеспечивает костяк, позикс совместимый, и вот он-то как раз и будет инвариантом. Но даже это подмножество настолько велико, что выучить все его наизусть совершенно немыслимо, а тем более выучить наизусть все это подмножество плюс значит все варианты его использования, все ключи и так далее. Эта задача, в общем, не для человека. И смысл, собственно, домашнего задания сводился к тому, чтобы показать вам, намекнуть вам, как бы, что работая с командной строкой не надо что-то такое заучивать, а надо уметь пользоваться справочным материалом. Да, вот без использования справочных материалов манипуляция такой достаточно объемной средой, как все команды команды строки, она бессмысленна. Но в процессе изучения вот этих самых справочных материалов вы могли бы прийти к довольно забавному выводу, что как костяк вот командной строки так и основные утилиты, которые все время используются в всяких системных сценариях, это утилиты, работающие с файлами, либо занимающиеся обработкой текста. Есть еще третий раздел, да, это работа с устройствами, да, там, какие-то специальные процессы еще, да, третий раздел процесс. процесс. Но, что касается процессов, то, собственно, утилит работает с процессами не так уж много, так что поставим это в скобочках. А вот эти первые два замечания, что среди утилит командной строки очень много утилит, работающих с файлами, и очень много утилит, перерабатывающих тексты тем или иным способом с файлами, в файлах, без файлов, как-то так. наводит на мысль, что само понятие файл и текст, оно достаточно корневое, достаточно инвариантное для Linux-системы, а на самом деле и для вообще всех Unix-подобных систем. Вот. Это так. Когда мы, видимо, это будет в том же курсе, в котором мы будем смотреть какие-то начатки администрирования, возможно, частично мы на это заедем в этом семестре, когда мы будем рассматривать конфигурационные файлы системы, мы увидим, что вот конфигурационный файл, это файл в текстном формате. Стало быть, работа с системой, изменение ее профиля, какое-то взаимодействие с ней, это работа с файлами и с текстами в них содержащими. Вся. Вот. Это такое вот обещание на будущее, что командная строка сама по себе это, конечно, сильный вариант, но вот текстовые файлы это тоже очень сильный вариант для линк-системы и про них мы еще поговорим. Частично мы поговорим про них в этом семестре, а частично и в следующем. Если даже... Но говоря о работе с файлами, Время не так, как только мы говорим, что работа с файлами является более или менее таким серьезным вариантом, так сразу встает вопрос о том, как, где и какие файлы расположены в системе. То есть о том, что стандартизованным, упорядоченным должно быть не только способ работы с файлами, не только их содержимое, но и их адресация в файловом пространстве операционной системы. И вот это одна из тем, которые тоже являются очень сильным вариантом, а именно размещение файлов в файловой системе. Под файловой системой в данном случае я имею в виду всю совокупность пространства имен файлов. Слово файловая система имеет два определения. Первое, это способ, реальный способ хранения данных на диске, да, там вот файлосистема X3, файлосистема, там, не знаю, FAT32, там, UFS какой-нибудь, да, там, BTRFS модный нынче. Вот. И второе определение, это файлы каталогии и вообще объекты, видимые посредством API-файловой системы. Вот я говорю сейчас о втором. Файловая система. Нет, есть Linux, в UFS, который, собственно, и является про свой API-файловой. Есть просто, скажем так. Хорошо, не API, не Application Programming Interface, а программное окружение, то есть непосредственно то, как они лежат, как эти файлы представлены в дерево файловой систем. Я имею в виду именно это. да, вот, find slash. Вот два, два реальных. А, вы говорите, что есть еще третье определение, да? Это про свой кубедрия. Да, но говорить про VFS, как про файловую систему, нельзя. Да, мы говорим сейчас о чем? Об определении словосочетания файловой системы. Вот таких два, да? Файловой системы может быть, собственно, вот то, что реально лежит на диске, и файловой системы может быть то, что видит приложение, когда запускается и смотрит все файлы в системе. И то и другое подлежит некой стандартизации, некой универсализации. Окей, файловая система. В данном случае я еще раз говорю, говорю про дерево каталогов, условно говоря. Хотя в Linux есть не только каталоги, об этом мы чуть-чуть сейчас скажем. Прежде чем начать про это говорить, напомню, что наша задача недоскональное изучение какого-то определенного стандарта, который, кстати, существует. Он называется File System Hierarchy Standard. И достаточно жестко описывает, как в дереве каталогов файловой системе должны быть разложены файлы. А о том, какие вещи следует иметь в виду, когда мы говорим о Linux, для того, чтобы этим Linux пользоваться. Первая и главная вещь, которую следует иметь в виду, это представление о том, как вообще файлы и каталоги в файлой системе Linux называются и как к ним обращаться. Это достаточно простые вещи, которые у нас там на втором, кажется, курсе проходятся, что у нас есть один единственный так называемый корневой каталог, который обозначается вот так, из которого растут все остальные каталоги. Такое вот единое дерево каталог. Ну и так далее. Да, там. Дерево. Для того, чтобы добраться до определенного файла, скажем, тот вот USR, USR, тут вот у нас BIN, допустим, и тут у нас файлы всякие-всякие-всякие, вот тут будет там какой-нибудь PSVD, да, это уже файл. Необходимо указать так называемый полный путь. Кстати, USR, BIN, PSVD. Вот. Полный путь до файла. Поскольку в Linux одно дерево, то вот такого указания будет всегда достаточно. Именно поэтому это называется полный путь или absolute file name, да, который включает в себя все каталоги по дереву и название объекта, который может быть файловым, каталогом, в свою очередь, спецфайлом и чем-то еще. Тут сразу встает вопрос такой побочный, да, а что делать, если у нас файловых систем в смысле первым, в смысле реально размеченных разделов на жестких дисках много, да, ну, в случае Windows мы знаем, что каждый такой раздел называется одной буквой, отдельный, в случае единого дерево каталогов очевидно, что некоторые из этих разделов либо вообще не используются никак, либо должны быть каким-то образом смонтированы, то есть включены в общую, в общее дерево файлы системы, да, то есть вот мы говорим, что там какой-нибудь хоум, мы об этом сегодня поговорим, хоум, на самом деле расположен на другом вообще жестком диске в определенном разделе, но с помощью монтирования он подключен вот сюда, в каталог слэш-хоум, этот раздел. Такая процедура, как я уже сказал, называется монтирование, вот это, этот каталог называется точкой монтирования, или mount point, вот, ну и соответствующая команда, которая, как правило, доступна, доступна только суперпользователю, называется mount. Есть исключения, которые мы не будем на сегодняшний день, вот прямо сейчас, обсуждать, как это монтировать не от суперпользователей. Вот, о, вспомнил, что у меня здесь нету, надо бы не забыть, постараюсь не забыть, нарисую здесь звездочку, вот когда я ее сотру, значит я рассказал, что было, а когда, так интереснее. Вот, а если не сотру, значит я забыл. Вы мне потыкайте в нее, если вы сами не забудете, и скажите, вот вы не рассказали. Да, 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 я скажу, я забыл, зачем я нарисовал, точно. Вот, значит монтирование. С помощью операции монтирования естественным образом у нас все различные файлы в ЕС, системы, то есть потенциальные носители данных могут быть объединены в единое дерево каталогов и соответственно принцип доступа к файлу по его пути он не... так все-таки не файлы в ЕС, а разделы. Ну да. Тема это способ организации. Это его самого раздела. Раздел это тоже неправильный термин, потому что там может не быть никаких разделов, может быть сразу файловая система. в смысле? есть просто нечто, вот блок, который размечен определенным образом. Способ разметки называется файлой системы. Тот блок, где вот эта разметка... Слово блок мне тоже не нравится. Могу назвать как угодно. поэтому я это называю файлой системой. можно прямо на диске, безо всяких раздельствий. Ну это не самая система, это вот. Дальдем. Ну в общем, термин не строгий, как вы догадались. Окей. Значит, монтирование. Как оно там в действительности происходит, в общем, достаточно понятно, что... Монтирование, что, куда. Пользователь в подавляющем большинстве случаев этим не занимается. По многим причинам, о которых, о некоторых из них мы сегодня даже немножко поговорим. Было бы интересно извлечь какую-нибудь выгоду из такой вот жесткой организации именования файлов и каталогов. Из такой вот жесткой организации именования файлов и каталогов для более или менее систематизированной организации самой файлы системы. Вот эта выгода, собственно, и называется файл-системер-архи-стандарт, который описывает, какие файлы где лежат. Во. приведу несколько выдержек из этого стандарта, просто для того, чтобы показать, что в линуксовой файловой системе изначально, если вы, будучи администратором, не загадили ее, достаточно жестко специфицировано, где что должно находиться. в корнем каталоге есть каталог бин, где лежат, как вы думаете, что? Правильно по исполняемой программы, бинарники так называемые. Есть еще каталог sbin, где лежат такие исполняемые программы, которые вам не нужны. Они настолько вам не нужны, что в большинстве случаев у вас туда и вы не можете запускать оттуда программы по имени, потому что в специальной переменной окружении не указано, что программы надо искать в sbin. В первую очередь, всякие демоны, которые все равно запускают при старте из топ-системы и обычный пользователь не может это сделать. Работа с сетью. Это самый маунт. Маунт, работа с сетью. Ну, в общем, то, что пользователь, вообще говоря, сам собой запустить не может. О, кто-то наконец встал с пробелы. Значит, бинарники. Если для работы этих бинарников нужны какие-то разделяемые библиотеки, то они лежат в каталоге слэш лип. А я написал бил. Нет, лип. Это мы пока сотрим. Чтобы закрыть сразу тему с монтированием, в файловой системе есть целых два каталога. Один называется мнт, а другой называется медиа. в которых, собственно, заводятся маунт-поинты, точки монтирования. Если вы внезапно захотели смонтировать какое-то устройство, то, чтобы вам не путаться, вы в данном случае, не только вы, а, скажем, операционная система. Чтобы вам не путаться, вот есть два таких каталога. В каталог слэш-медиа происходит создание маунт-поинта и монтирование автоматически. Допустим, вы ставили флешку, и вот машинерия вашей операционной системы плюс вашего ДЕ рабочего окружения сработала таким образом, что в каталоге слэш-медиа создался подкаталог, между прочим, всякий раз разный. То есть, в некоторых системах они пытаются читать, скажем, волюм-лейбл файловой системы, иногда они пытаются какой-нибудь серийник выдавить, иногда уиды, иногда еще что-то. В общем, каждый раз по-разному. Зависит тот подкаталог, и автоматически произойдет монтирование слэш-медиа, слэш-чего-нибудь того носителя, который вы вставили. Вы нажали кнопочку, извините, безопасно извлечь. Вот. И вся эта машинерия сработала обратно. Сначала она размонтировала, а потом еще и удалила этот каталог. Так, от греха подальше. Слэш-медиа, слэш-что. Ежели вы захотели сделать это пальцами, ну, допустим, работая администратором, вы там хотите по-быстрому смонтировать какой-нибудь образ ISO-шки с помощью луп-маунта или еще что-нибудь такое, вы используете каталог МНТ, и сами там ручную создаете в нем под каталоги, монтируете, туда размонтируете. Чтобы вам не путаться с системой, заведено их два. Да. Можно размонтировать то, что не было маунтинг-поинта? Нет. Потому что, собственно, операция маунта это вот как раз зацепление маунт-поинта и той файловой системы, на которую она смотрит. Соответственно, только это и можно размонтировать. Другое дело, что у вас может быть там какие-нибудь ссылки символные, вы написали, команду монтирования, указав символную ссылку, а размонтировали по реальному пути. Представьте, у нас здесь 10 флешек. Вы все ставили, наш компьютер и размонтировали на одну бедную папку МНТ. Не-не-не-не. Ну, например. А, ну, например. Значит, они монтируются стэком. То есть, последнюю видно, остальных не видно. Я все размонтирую. Предыдущая останется. То есть, такая штука, как использование одного и того же маунт-поинта для последовательного монтирования различных устройств, она есть, она неудобная, и в реальности ей никто не пользуется. С чем бы продолжить? И это чуть позже. Наверное, я продолжу специальными файлами системы, раз мы говорим про монтирование. Значит, в Linux предусмотрено еще некоторое количество спецфайловых систем специального вида, так называемых виртуальных файловых систем, которые, вообще говоря, устроены таким образом, что в дереве каталогов вы видите какое-то содержимое, никакому реально пространству на каком-нибудь носителе данных они не соответствуют. Это DEV, это PROC и SIS. В принципе, их может быть сколько угодно, да, вот сколько вы их напишете, столько будет, но DEV, PROC и SIS есть чуть ли не всегда. На современных ядрах, естественно, да. Значит, идея в чем? Идея виртуальной файловой системы представить в виде объектов файловой системы, файлов и каталогов, какую-нибудь информацию. В частности, SIS представляет в виде объектов файловых системы, то есть каталогов, устройств всяких, ссылок символных и так далее, архитектурный, аппаратный профиль вашего компьютера. Какие шины, на каких шинах какие, значит, хосты, какие у них там девайсы на этих шинах висят, какие у них там идентификаторы, всякие их свойства. Все это довольно развесистая машинерия и довольно развесистая архитектура. И чтобы можно было этим пользоваться по частям, это представлено в виде объектов файловой системы SIS. Никакой реально носитель данных не содержит того, что вам видно в SIS. Это виртуальная файловая система. Оперативный пайс в пайсе реальный носитель данных содержит эту информацию в каком-то деле. Ну, нет. ровно всю эту информацию целиком она представлена именно драйвером виртуальной файлы системы. Это не обязательно, потому что никто не мешает в момент системного вызова просто генерирует эту информацию на лету. Ровно так оно и происходит. Ну, где-нибудь на 9% в случае. Да, в случае SIS это происходит ровно так, в случае процед происходит тоже ровно так. Некоторые вещи есть там для доступа к памяти, но там почти вся информация генерируется с помощью на лету. Идея стоит в том, чтобы какие-то данные представлять в виде файлов. Вы с ними, с файлами, работаете типичным файловым API read, write, open, там, unlink, create. А на самом деле вы таким образом передаете файлы данной системе или получаете их от нее. То же самое можно сказать про файлы системы slash proc, которые представляют собою информацию о уже на этот раз программном как бы профиле вашего компьютера, о том, какие процессы запущены, какие у этих процесс свойства ресурсы, какие дополнительные свойства имеются у ядра операционной системы, у каких-то ее сетевых составляющих и так далее. Проц в Linux очень-очень развесистый. Вот. В отличие от какой-нибудь FreeBSD, где в основном там только данные по процессам лежат. В Linux там очень много всего. Вы можете даже перезагрузить компьютер, отправив специальную последовательность букв в специальное место файлов. СРКУ. Да, да, вон самый. Совершенно справедливо. Нет, здесь несколько вариантов там, через СРКУ, через ОСИК5, через... Здесь много вариантов. Правильно. Короче говоря, манипуляция, внимание, это очень важно в... в... вот мы... вот в этом представлении. Манипуляция файлами в виртуальной файловой системе приводит к тому, что вы управляете системой, не выходя из парадигмы файла и текста. Вот. Это довольно важная вещь. Для того, чтобы такая штука появилась, необходимо выполнить всю ту же операцию монтирования. Ну, это делает операционная система при загрузке, разумеется. Вот. Указав в качестве типа файловой системы какую-нибудь из виртуальных файлов систем, типа ProCFS, там, SysFS, здесь вот, а в случае дела там, по-моему, просто обычный TMP, TMPFS используется. А, Удев, конечно, Удев, чтобы он видел, что там вот, да, Удев. Вот. Значит, раньше был DWFS в первых файловах. Это был адский ад. С DWFS была история такая, Дима Левин посмотрел его код, удалил оттуда половину, это продолжало работать ровно так же, как вот в целом в виде, и мы решили, что мы не будем это использовать. Ну, да, Удев, Удев правильнее. Удев правильнее. Окей. Довольно забавно, довольно забавно, или там, скажем, примечателен тот факт, что в файлосистеме обязательно есть каталог USR, в котором мы с удивлением обнаруживаем опять каталоги BIN, ESBIN, LIP, вот. В некоторых случаях даже ETC, он специфицирован в FHS, но, по-моему, не используется никогда. ECR Local, ETC. И это потом. И это потом. ECR Local это третий уровень. Зачем так? Традиционно считается, что файлы, находящиеся, бинарники, находящиеся в каталоге BIN, ESBIN, необходимы для выхода вашей операционной системы при ее старте в штатный режим. То есть запуска всех нужных сервисов без каких-то хитрых сервисов типа Apache и всего остального. Скорее всего, до второго этапа монтирования. Да, совершенно справедливо. Скажем так, не в штатный режим, а в режим, позволяющий эту систему починить в случае чего. Понимаете, да? Вот у нас что-то произошло, мы не хотим работать на живой машине, мы ее перезагружаем в однопольский режим. И в этом однопольском режиме, когда мы так сказать, как администратор имеем полный доступ к всей операционной системе и никто нам снаружи не мешает, потому что нет никаких входящих сетевых, мы ее чиним. Вот для того, чтобы загрузить систему в maintenance mode, по идее, должно быть достаточно вот только того, что содержится в нем в каталоге. Все остальное, это в первую очередь прикладные программы, все остальное размещается в каталоге USR. Это может нам позволить сам каталог USR также размещать на отдельной файловой системе, скажем, на другом разделе, изрядно подсократив объем того раздела, на котором у нас находится корень. Я бы даже сказал, что в этом случае, в случае такого разбиения, корень у нас всегда фиксированного размера, потому что мы всегда знаем, что находится во всех этих каталогах. А вот USR может быть достаточно велик, потому что мы можем наставить туда кучу-кучу разных прикладных задач, разных приложений. Вот. Значит, сообразно этому, сообразно этому, этой политике разделения, что корень для выхода в режим maintenance mode, а USR для выхода в режим эксплуатации приложений, в USR содержится, скажем, каталог Shari, которого нет в корне, который используется вот для чего. Исторически каталог Shari был выделен для того, чтобы его можно было, как это видно из его названия, экспортировать по сети. Представим себе, что у нас в сети есть несколько компьютеров, различные архитектуры. Кстати, на сегодняшний день это достаточно легко представить, учитывая, что есть 64-32-разрядные варианты операционных систем. Ну, а если это Linux, то никто не мешает нам еще и на других вообще принципиально платформах его запускать. Дебиано, сколько сейчас поддержанных платформ? 12 или уже меньше, 8? 12. Было 12, но там был раз или какой-то... Там добавили, там как-то были ядра первых. А, да, но не важно. Значит, у нас есть в таком вот классическом Linux-ядре поддержка достаточно большого числа различных аппаратных платформ, вот, и вы вполне можете себе позволить эксплуатировать технику на этих различных аппаратных платформах в рамках одной сети. так вот, в каталог user-share по договоренности складывается информация, которая на всех этих платформах одинаковая. Платформа независимая информация. Бинарники очевидны платформы зависимые вещи, вот, библиотеки очевидны платформы зависимые вещи, а вот документация, допустим, или картинки, или какие-то сценарии, там, библиотеки сценариев, какие-нибудь, модули к питону или перлу. Это все платформы независимые вещи, и они традиционно лежат в каталоге user-share, там, документация в док, допустим, да, там, вот, то есть, это нужно для того, чтобы вообще, как бы, накидать это, вот, содержимое user-share в один-единственный файловый сервер, и потом его раздавать по всем машин. По-моему, так уже никто не делает. Так что, это немножко legacy. Тем не менее, оно не мешает ориентироваться в файлом пространстве, а скорее помогает, потому что мы знаем, что в шаре лежат вещи, неравные бинарникам, документации, картинки и всякое такое. Что еще в user-share такого есть, чего может не быть? Ну, SRC какой-то, но это уже неинтересно. в user-share мы обнаруживаем, чтобы окончательно всех запутать, обнаружим каталог local, в котором мы видим что? bin, lib, еще etc. А, ну, etc, про etc я расскажу. Значит, что это такое? Согласно file system hierarchy стандарту, содержимое каталога local должно переживать полную переустановку системы. То есть, если вы хотите накидать локально на какой-то компьютер какие-то бинарники, возможно, там, с их библиотеками и настройками, которые лежат в etc, и хотите не забыть про то, что вы это сделали, не стоит их накидывать вот сюда или вот сюда. Почему? Тысячи их там. Понимаете, да, вот список всех команд Linux может занимать несколько тысяч программ, которые лежат usrbin и просто bit. А если вы сами накатали на коленке скрипт, на тысячу строк. Небольшой этап. И вы не хотите его терять и хотите не забыть про то, что он где-то лежит, то usrlocalbin или там sbin, это самое такое для него правильное место, потому что он там будет один, ну, если вы очень активный, там будет много ваших наколенных поделий. Вот. И когда вы захотите, скажем, что-то на машине переставить, все убить, поставить заново, что-то сделать, что-то обновить, содержимое usrlocal трогаться не будет, а если вы там собираетесь все убить, то, по крайней мере, вы будете знать, что бэкапить. Возьмете вот это, закатаете на флешку, переустановите, раскатаете. То есть там на самом деле идея в том, что usrlocal специфичен для данного хоста. Да, да. И он специфичен для данной машины. То есть, говоря о том, что на наших компьютерах стоит такой-то дистрибутив обновленный в такой-то момент, мы можем говорить об идентичности каталогов usr, bin или либо etc и так далее. Ну, etc нет. Bin, lib, шарь, шарь. А вот об идентичности каталогов usrlocal мы говорить не можем. Для той же самой цели служит каталог slash opt, который лежит в корне. Собственно, слово opt от слова optional происходит, и он служит ровно для того же. Вы туда сваливаете какую-то билиберду, которая вот не классифицируется, вы ее туда руками поставили, гуглобус какой-нибудь. Вот гуглобус ложится в opt, если его ставить из-под рота. Вот. Нет, есть отличия. Важное отличие стоит в том, что каталог usrlocal он структурированный, а те ребята, которые делают то мегаприложение, которое вы хотите поставить, ничего про это не знают. Ну, например, люди, которые гуглу делали гуглобус, они, в общем, не заморачивались вот всеми этими usr, local, bin, lib, shmeep. Что они делают? Slash opt, slash google earth, и там все валяется. Вроде того. Вроде того. Вот. В случае, если это изолированное приложение в third party, не являющееся частью дистрибутива, это чуть ли не не наилучший вариант. Никому оно не будет мешать никогда. Будет там валяться. Вот. Хотя, если ребята там поднатужатся, они могут себе вполне позволить ставиться в usr local, да, и там раскладывать бинарники в bing. Чувак? Не могут. Потому что usr local очень сильно завязаны остальные системы. Да не завязаны. Почему? Тут даже ничего не ставится из пакета. Не завязаны. Ну, идея в том, что usr local именно то, что локальные вещи для данного роста. Opt это используется для тех вещей, которые не соответствуют никому FH, изолированные и, в общем-то, сами будут. Ну, хорошо. Я не вижу особой разницы между первым и вторым, но, в общем, формально говоря, это не одно и то же. Это правда. Окей. Значит, таким образом получается, в общем, довольно разумное разделение. В корне лежат только необходимые, в usr лежит достаточное, а в usr local лежит сверх того. Тут возникло слово ETC, о котором надо поговорить отдельно, потому что это, пожалуй, один из самых важных каталогов в системе каталогов FHS, ибо в нем хранятся настройки. Возможно, в этом, а возможно, в следующем семестре зависит от того, как у нас со временем будет, мы немножко посмотрим структуру самого ETC, то есть, поглядим, где там есть специфичные уже именно для Linux вещи, которые используются, скажем, для переначальной, для загрузки системы или чего-нибудь такого, для сервисов системных. Но то, что нужно знать, что ETC это каталог хранящей настройки всех, так называемые, системные настройки всех, ну, в идеале, вообще всех сущностей в операционной системе. К сожалению, это не совсем так, но в идеале это так. Вот. И если мы хотим, ну, что ли, по-быстрому сохранить перед переустановкой, по-быстрому сохранить нашу систему, то, по большому счету, ETC и еще HOMO должно быть достаточно. Напоминаю, что еще нам нужно вспомнить про юсер-локал и про-опт, которые тоже локальные, да, но настройки системы, профиль ее хранится в ETC. Заглянув в этот самый ETC, что я активно рекомендую вам сделать, вы обнаружите там дикое количество конфликационных файлов, подавляющее большинство из которых, нет, они все в текстовом формате, все, подавляющее большинство этих текстовых форматов вполне читаются, да, исключение какой-нибудь gconf с его ужасным XML. Вот. Значит, это, напоминаю, отсылка все к тому же принципу, что когда мы работаем, хотим взаимодействовать с системой, мы предпочитаем взаимодействовать с файлами, которые сами по себе в текстовом виде. ETC. Название как бы намекает нам на то, что там лежит все остальное ненужное, а на самом деле там как лежит самое нужное, да, вот чтобы понять, как работает система, надо заглядывать именно в ETC. Теперь, сколько у нас там времени, ага, теперь мы продвигаемся к еще одному, приближаемся к еще одному инварианту, который у нас тоже был на вот этой самой первой лекции упомянут, а именно к правам доступа. Путешествуя по вашей замечательной файловой системе линуксовой, вы обнаружите, что далеко не все каталоги вам вообще можно даже и посмотреть, но в частности каталог, который называется Slashroot, посмотреть вам нельзя. И еще там безрядное количество каталогов, в которые даже зайти нельзя, на них там вот крестик нарисован или замочек нарисован, ну, смотря чем вы пользуетесь для просмотра, или ИЛС вам говорит, что Permission Динетрия. То есть, ну, в частности, каталог Slashroot это так называемый домашний каталог суперпользователя, такое место, где суперпользователь хранит какие-то вот свои личные суперпользовательские мусор, как правило. Вот. И на эту же тему есть каталог, который называется SlashTmp. У него совершенно обратная картина. В него может записывать, он доступен всем, более того, он доступен всем на запись. Вот все каталоги, все, про которые я сейчас говорил, до единого, не доступны на запись обычного пользования. Ни в один из них вы ничего не можете написать. А вот в ТМП можете. А я про Вару еще не говорил. Вот. Значит, он как раз здесь же. Это ровный специальный каталог, как видно из его названия, для хранения временных фарм. еще один каталог, который имеет прямое отношение к пониманию, к использованию права в ДОС, подкалог SlashHome. Традиционно, хотя это не является регламентом, это является только стандартным, в каталоге SlashHome, вне, подкаталоге, каталога SlashHome являются так называемыми домашними каталогами пользователей. Домашний каталог это А, каталог, который данному пользователю, скорее всего, разрешено записывать. Опять-таки, это не регламент, это стандарт. То есть, вы можете взять и запретить это. Вот. Например, не создавать пользователей домашних каталогов вообще. Б, этот домашний каталог, он при старте пользовательского приложения является еще для него текущим, если не указано иного. Про текущий каталог мы будем говорить, когда будем говорить про окружение, скорее всего, сегодня. Он специфический. Итак, каталоги SlashHome Slash имя пользователя, они являются домашними каталогами пользователей, права доступа к которым более мягкие, чем ко всем остальным каталогам системы вообще. Наконец, последний неупомянутый каталог, про который надо тоже хорошо знать, это SlashVar. Как следует из его названия, каталог используется для хранения данных переменного размера или вообще то ли существующих, то ли нет. Ну, в первую очередь, системных журналов, информация о состоянии сервиса, вот таких вот вещей. в частных системных журналах хранятся в каталоге Warlog. Вы можете заметить, что содержимое каталога Warlog опять-таки частично вам доступно, а частично может быть и нет. Может быть, это какие-то такие тайные системные журналы, которые видны только системным администратором. Свойства каталога War содержать файлы реально очень разного размера, то есть системный журнал может быть маленький, может быть большой, он все время растет и так далее. Является поводом для того, чтобы вообще хранить War в отдельной файловой системе. Ну, вот файлы в War ведут себя совершенно по-другому, да, они могут расплодиться, у вас может на сервере внезапно что-то заглючить, а в это время будете в отпуске, а оно будет глючить раз в одну десятую секунды и каждый раз выдавать сообщение на полстраницы относительно того, как именно, почему оно глючит и как вам будет от этого плохо. Так вот, вам будет гораздо хуже, если через неделю вы вернете из отпуска и увидите, что у вас нет свободного места вообще нигде. Вот. Я видел операционные системы, у которых Unix подобные, у которых от этого там сильно срывало крышу, от переполнения корня реально может произойти нехорошо. А вот если у вас файлы переменного размера будут на отдельной файловой системе, то даже если она переполнится, ну, у вас застопорится ведение системных журналов. Вы, собственно, увидите в самом большом системном журнале, из-за чего оно застопнилось. Вот. Потому что именно из-за него оно и застопнилось. Кстати, то же самое относится и к Who. Наконец, то же самое относится и, допустим, к TMP, но в несколько другом, в несколько другом виде. Поскольку что? И QSR, но QSR понятно. QSR я уже говорил, что его можно отдельно откладывать. Вот. В случае USR и Opt это, в общем, не очень критичное отличие, а в случае TMP довольно важные, потому что разные приложения и пользователи имеют дурацкую привычку хранить в этом TMP всякий мусор. Вот. И этот мусор там все живет и живет. Вот кто Windows'ом пользовался, знает, что в Windows'ом временном каталоге может быть тысячи каких-то удивительных файлов с совершенно ужасными именами, про которые никто не знает, зачем они там лежат. Ну так вот, есть хорошая практика монтировать каталог TMP в так называемом TMP-фейсе. Такая файлосистема в памяти, которая при необходимости может быть выкачана на диск, а по перезагрузке просто полностью очищается. Ну, вернее, когда вы ее размонтируете, она исчезает. Соответственно, все эти временные файлы исчезают. Содержимое TMP вообще не обязано переживать перезагрузку. Так уж, раз уж дело до этого зашло. Во. Что касается VAR, то помимо того, что там хранятся файлы неизвестного размера и неизвестной длины, есть одно существенное отступление от идеологии стандарта. Мне кажется, от самого стандарта от VHS отступления нет. Варлип, по-моему, в VHS и пропис. Вот. Но есть существенное отступление от самой идеологии, заключающееся в том, что в каталоге VAR, VAR.LIP могут храниться вполне себе разумные файлы, в том числе даже настройки или, скажем, зоны DNS-сервера или что-нибудь такое. Просто там VAR, LIP, скажем, BIND. В VALT Linux это выглядит вот так. VAR.LIP.BIND. Или там еще что-то. Факалог VAR.LIP используется для хранения изолированных окружений. Вот. И поэтому там внутри может даже ETC встречаться, еще что-то. Вот. Сейчас мы не будем подробно разбирать ни что такое изолированное окружение, ни почему оно хранится в VAR.LIP. Просто имейте в виду, что в некоторых случаях вам придется лезть туда для поиска настроек ну вот того же самого нейм-сервера. он может быть зачертован и валяться в VAR.LIP а вовсе его файлы могут валяться в VAR.LIP а вовсе не в ETC. Не надо так делать. Все так делают. Так делать надо править ETC и потом он будет дергать правильно. 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 Надо править ETC но специального каталога все равно нет в ETC. Правильно? Соответственно если у вас есть какие-то зоны они все равно будут лежать там и нигде больше. Ну вот. Естественно в ETC должен быть NamedConf который ссылается в правильное место. Вот это да. Он будет. Он не ссылается но обычно просто оттуда копируется. По камеру в Bint который в VALT он так и сделан. Да. Ну в общем неважно. Возвращаясь к тому что VAR это место для хранения генерируемых файлов в файлах переменного размера в частности VARCash генерируемые файлы но вообще говоря вот мы и пропутешествовали по всей файловой системе более или менее выяснив для чего она. Этот как я уже сказал это довольно строгий вариант исключение из этих правил называются нарушением файл-систем герархии стандарт и на таких людей минуту показывают пальцы. Вот. Более того он нам потребуется этот этот инвариант этот стандарт когда мы будем говорить про пакеты. Там будет это одно из одно из свойств пакетов опирается ровно вот на эту стандартизацию. Спрашивайте. Как только спросить раздел бутом влияние или нет? Дайте подумать. Ну есть каталог бут который мы разумеется есть. Каталог бут давайте мы его укажем. Это совершенно не обязательно должен быть раздел хотя удобно делать отдельный раздел чтобы там лежали ядра стартовые виртуальные диски. Если мне не изменяет память это часть ВХС в котором собственно прописано что там должна быть лежать информация ответственная за загрузку операционной системы первоначально. Но там может вообще ничего не быть если вы используете какие-то недрадиционные способы загрузки. Вот потому что ядро лежит не там само ядро которое грузится может вполне лежать не там. ПХЕ например. Да может грузиться по ПХЕ и соответственно у нас в WarBoot может ничего не лежать. Но в стандартном Linux который установлен на в смысле в слэш бут но в стандартном Linux который установлен на обычный компьютер вы скорее всего увидите что в каталоге бут лежат как минимум ядро операционной системы стартовый виртуальный диск и какой-то конфигуратор для конфигурационные файлы для загрузчика. Вот все остальное зависит уже от самого загрузчика. Окей спасибо за напоминание. Теперь было бы самое правильное заняться правами доступа но у меня есть еще одна тема которую надо потрогать но не заглубляться в нее слишком чтобы не получилась лекция на целую лекцию. Это тема процесса. И с другой стороны я бы хотел начать свой рассказ о правах доступа уже после того как мы поговорим и о файлах и о процессах ибо доступ это доступ процесса к файлу и на свежую голову а не после часа лекции. Поэтому мы сейчас немножко поговорим про процессы опять-таки этот разговор будет недостаточно полным он должен он ведется в восполнение того инварианта с которым нам придется иметь дело даже если мы совершенно не собираемся становиться линуксоидами а у нас просто на руках линуксовая машинка которой мы хотим пользоваться. Нам все равно будут говорить про то что прибей такой-то процесс посмотри есть ли этот процесс посмотри не поедает ли он не поедает ли он ресурсы да-да-да-да кстати я рассказал про что хотел сейчас я скажу это было вот это это был варлип как исключение из идеологической платформы вара как такового поэтому мы делаем некую перебивку кадра да слушай или не имеет это зависит от вообще наличие папки 64 является по-моему все-таки нарушением фхс и это следствие желания проэксплуатировать тот факт что на 64-разрядных архитектурах можно запускать 32-разрядные приложения вот попытка развести свалить вся архитектура в одну кучу она приводит к образованию лип 64 вот на сегодняшний день в линуксе задача прозрачного такого никому не мешающего объединения никому не мешающей эксплуатации свойства запускать 32-разрядные приложения под 6000-разрядную платформу эта задача не решена по-хорошему вот в некоторых дистрибутивах вроде RedHut или Ubuntu она решена по-плохому то есть вы можете смело ставить 32-разрядные приложения в 64-разрядную архитектуру и страдать от этого потому что там же все другое и те библиотеки которые с собой тащат они другие хотя спасибо есть лип 64 в некоторых дистрибутивах она решается насильственной пересборкой то есть вы ставите в свою 64-разрядную операционную систему специальным образом собранные пакеты 32-разрядные библиотеки которые просто другие но это двойная работа это тоже плохо а идеального решения пока не существует я думаю что оно очень скоро найдется когда 32-разрядная платформа просто умрет вот тогда будет решение всем будет пофиг вот а мы говорим по процессу говоря по процессу я введу несколько обозначений которые мы будем очень агрессивно пользоваться говоря про права доступа в следующий раз но сначала про собственно процессы как известно у нас в операционной системе может быть запущено сколько угодно процессов вот ну это число сколько угодно это число такое вот вот 35530 3 не ну не может быть остальным символом а задачи задачи одновременно не существует да ядер у нас штуки две вот да примерно плюс-минус и соответственно на самом-то деле в каждый момент у вас может работать только две задачи да а все остальные они как-то должны обеспечиваться должен псевдопараллелизм мы здесь не обсуждаем вот эту всю тему связанную с замещающей многозадачностью и псевдопараллелизмом это все достаточно хорошо освещено в курсе типа архитектуры вычислительных систем скажу только что вот именно она-то замещающая многозадачность и псевдопараллелизм реализованы в ядре линук собственно чем мы активно и пользуемся то есть с точки зрения пользователя мы таки имеем дело с параллельно запущенным там несколькими десятками процессов все эти процессы собраны в единую таблицу процессов которая доступна в вполне разумном виде вот как раз вот здесь вот в каталоге слэш-проц там по номерам у каждого процесса есть свой идентификатор это число идентификатор процесса когда запускается очередной новый процесс ему выдается очередной идентификатор по каким-то достаточно простым хотя и не очень прозрачным правилам но типа берет следующий очередной а дальше следующий свободный да берет следующий очередной а дальше следующий свободный если он перевалил через max макс-проц он начинает по кругу вот ну такой как в хэшировании собственно да вот процесс хэширования происходит ровно так мы выбираем хэшек а потом если он занят идем вперед доходим до конца и идем сначала вот когда найдется свободный тогда и выдается главное что нужно знать что идентификатор процесса у всех процессов уникальный и собственно это и есть тот идентификатор то число по которому процессы друг к другу обращаются помимо того что у каждого процесса есть PIT у него есть идентификатор пользователя который его запустил это некое число которое предназначено как раз для выяснения прав доступа сегодня мы поговорим о том откуда он вообще берется идентификатор пользователя и каким образом он вообще у процесса берется а в следующий раз уже поговорим как он используется для доступа к файлам к талону идентификатор пользователя уникально определяет пользователя ну с некоторыми оговорками про которыми нам вот сейчас узнать совершенно неинтересно потому что это только всех запад будем считать что уникально определить пользователя соответственно у каждого процесса всегда есть его собственный идентификатор и идентификатор пользователя который его запустил соответственно вот с информацией информацией хронической системы с которым он работает с которым он работает да с правилами которого он работает потому что его можно поменять об этом мы в следующий раз поговорим помимо этого это уже так к слову придется потому что нынче мы этим пользоваться не будем есть еще идентификатор группы это тоже такой идентификатор он отличается тем что он не уникальный несколько пользователей может быть членом одной и той же группы и сам пользователь может быть сразу нескольких групп причем этих идентификаторов группы их как бы много есть один так сказать основной и еще целый список необязательный там есть некая хитрость связанная с тем что в списке там имена эти имена преобразуются потом обратно в идентификаторы давайте мы вот так вот уберем это напишем группы другие группы мы к этому еще вернемся в следующий раз когда мы говорим про права доступа и про определение доступа процесса к файлу значит сейчас мы просто обозначаем что у процессора есть обязательный идентификатор есть идентификатор пользователя с правами которыми он работает идентификатор группы и возможно другие группы которым он тоже принадлежит это уже так сказать для каждого пользователя да значит вот это идентификатор процесса процесс идентификатор и это идентификатор пользователя юзер идентификатор используется будет потом использоваться для определения права доступа Поговорить сначала про то, по-быстрому, про окружение процесса и про то, откуда берутся уиды. Значит, в Unix-системах традиционно используется достаточно остроумный способ порождения одним процессом других процессов, который, в числе прочего, гарантирует нам еще и жесткость выполнения прав доступа. В частности, он гарантирует сохранение вот этого самого уида, опорождаемых процессов. Идея вот какая. У каждого запущенного процесса существует так называемое окружение, environment, окружение процесса. И это открытые файлы, список открытых файлов. И это так называемое переменное окружение. Помните, мы про них уже, их уже упоминали, переменное окружение, когда в формате командной строки описывали вот эту вот первую часть необязательную. Когда мы говорили LCL равняется C, пробел, MAN, что-нибудь, да? Или POSIX, точнее, не C. То есть мы переставляли переустанавливаемое переменное окружение LCL с тем, чтобы команда MAN использовала язык стандартный, а не тот, который текущий в системе, скажем, русский. Так вот, этих переменных окружения в окружении процесса довольно много. С помощью них можно управлять работой этого процесса. То есть при запуске процесса, переопределяя переменное окружение, мы меняем его работу. Нам важно, что это вот часть. Ну и, естественно, идентификатор. Что-нибудь еще туда входит, я сейчас не помню. Здесь входит, конечно. Там, значит, командная строка, ссылка на образ. А, о! Список мапов. Вот, вот здесь вот, в каталоге слэш-прос под каталогией с номером процесса, мы можем видеть все это окружение целиком. Там довольно много всего. Да, некое представление, разумеется. В данном случае мне важно вот это. Когда мы хотим породить дочерний процесс, эта операция не атомарная, а двойная. По крайней мере, в классическом Unix это устроено именно так. Сначала происходит команда форк, системный вызов форк. Системный вызов форк делает из одного процесса два абсолютно одинаковых процесса. Ну, они не абсолютно одинаковые. Сейчас. Два не абсолютно одинаковых процесса. Разница стоит в том, между этими процессами исключительно, что у них разный пик. Ну и понятно, да, что в коде программы сам вызов форк возвращает два разных значения. Вот этому он вернет ноль, а этому он вернет вот это в качестве результата. Ну, с этого момента у них становятся еще разные контексты и разные сегменты данных. Да. Значит, но... Да, естественно, у них разные контексты, разные сегменты данных. Это просто копии. Но копии достаточно близкие. Нам важно знать, что в результате форка мы получаем скопированное полностью окружение процесса. То есть файлы, открытые процессом родителям, также являются открытыми файлами процесса дочернего. Все переменные окружения процесса родителя копируются в переменные окружения дочернего процесса. Идентификатор пользователя и группы процесса родителя копируется в дочерний процесс. Получается два процесса, которые делают одно и то же. Имеют совершенно одинаковое окружение и практически одинаковое. Там вот с точностью до того, где у них там расположены данные и все остальное. Вот. Одинаковые идентификаторы, я имею в виду пользовательские, да, они принадлежат одному и тому же пользователю и группы. И только разные PID. И на основании того, кому функция форка вернула ноль, а кому функция форка вернула идентификатор родительского процесса, эти процессы делают вывод о том, кто из них родительский, а кто дочерний, и, соответственно, себя ведут. Собственно, традиционная практика состоит в порождении другого, принципиально другого процесса. состоит в том, чтобы сделать форк, после чего сделать экзек. А здесь, значит, другой процесс. Значит, ну там довольно длинный формат у этого самого экзека, их там бывает много разных вариантов этого самого экзека, но общий смысл такой. Сначала у нас из одного процесса становится два одинаковых, а потом дочерний процесс вместо себя запускает совершенно другой процесс, при этом сохраняя по большей части окружение. Переменные окружения сохраняются, UID сохраняется, GID сохраняется. Вот. Просто вместо одного процесса запускается другой, ну, вот вместо одной программы из бинарника запускается другая. Наиболее частая ситуация. Таким образом, в результате работы вот этой пары форк и экзек мы получаем два процесса с разными идентификаторами процесса, выполняющие совершенно разную работу, потому что была запущена другая программа, но с очень похожим окружением, в частности, с копирами UID и GID. Более того, без особых манипуляций над файловой системой процесс, не так, без особых на то прав, про файловую систему мы поговорим в следующий раз, без особых на то прав процесс не может сам взять и поменять себе идентификатор пользователя или идентификатор группы. Вот если на этом вообще остановиться, да, а сегодня мы остановимся на этом именно, то получится, что процесс, запущенный с правами такого-то пользователя и такой-то группы, никогда не сможет породить процесс, запущенный с другими правами. Просто никогда. В силу вот этой операции, копирования окружения, поменять его он не может. Вот. Это нам дает основания для того, чтобы в будущем на этой базе построить саму систему прав доступа. Понятно, как мы ее построим. Мы присвоим всем объектам системы тоже идентификатор пользователя и будем определять, процесс запущенный с правами такого-то пользователя, имеет ли право что-то делать с объектом, принадлежащим такому-то пользователю, или не имеет. Да? В силу того, что мы знаем, пара fork exec не может менять идентификатор пользователя, соответственно, эти права будут работать жестко. Мы, естественно, поговорим о том, как это обойти, но это все контролируем. Можно? Да. Команда exec у вас заменяет процесс child на новый процесс child. Да, да. Когда, например, это не exec через x, а exec через c. exec. А я называл ее exec. Вот так, да? Да. Спасибо. Я заговорился немножко. Дих здесь. Нет, дих здесь не бывает, конечно. Да, да, да. Ну, вот. В таком виде мы это подвешиваем до тех пор, пока мы не начнем говорить, собственно, про права доступа. А пока мы вернемся к нашему процессу. Смотрите. Оставлю-ка я вот это. При запуске процесса из командной строки фактически происходит ровно то, о чем здесь, вот что здесь нарисовано. Вы в командной строке, которая есть shell, да, вот это у вас, вот этот пид изначальный, это тот самый shell, в котором вы работаете. Набираете какую-то команду. Shell ее интерпретирует, выясняет, что это запуск другой команды, форкается, запускает другую команду. В это время процесс родитель дожидается завершения команды потомка. Понятно, да? Значит, то, что выглядит с точки зрения пользователя, как набор команды в командной строке вида программы, пробел, параметры, enter, на самом деле приводит к тому, что у нас дорога раз-два яйца, и вместо второго shell запускается, собственно, та программа, которая в командной строке была, она отрабатывает, а первая копия дожидается к концу. Разумеется, есть способ этого не делать, в смысле не дожидаться конца работы, а отфоркаться и существовать совершенно параллельно. Проводить еще один процесс, пускай он там работает, а мы будем работать сами. Ничего для этого делать не нужно, то есть совсем ничего, а даже наоборот, нужно не ждать конца, то есть можно кое-чего не делать. Вот классический запуск команды, когда вы запускаете программу, значит, там, LVS, и ждете, пока она кончит работать, это с ожиданием смерти дочернего процесса. А можно сделать и не так. Можно взять и сказать что-нибудь типа там LVS, ampersand, абсолютно бессмысленная команда, которая придет к тому, что LVS будет работать параллельно, а ваш shell придет работать параллельно. Почему эта команда бессмысленная? Потому что LVS это такой типичный для Linux, и вообще для Linux-систем команда работы с файлами и текстами, которые выводят на экран тексты. Нет ничего более бессмысленного, чем попытаться вывести на экран тексты параллельно с выводом каких-то других текстов. Ну, попробуйте написать вот так. LVS, percent LVS, percent LVS. И увидите какую-то мешанину на экране, вот, несинхронизованную. Зато другие задачи, которые не занимаются выводом текста на экран, или делают это там очень редко и, так сказать, по большому уговору, отлично могут быть запущены в фоне, это называется запуск в фоне, с целью упростить работу в командной строке, вы просто вот дергаете программу, она запускается и там себе работает. Когда она перестанет работать, кстати, сказать, что он вам об этом сообщит, потому что он добрый и заботится о пользователях. Вот. Ровно поэтому. Все остальное в домашних заданиях. У меня тут два домашних заданиях. А может быть полтора, потому что я чуть-чуть отстаю от графика. Вот. Значит, с точки зрения вот этой, ничего другого, собственно, нам делать не нужно. Но здесь возникает один интересный вопрос, который нам с вами надо решить, вернее, посмотреть, как он решается, прежде чем продолжать говорить о процессах. Смотрите. Ну, хорошо. С выводом мы разобрались. Процессы, запущенные в фоне, выводят нам на терминал какую-то информацию. Если они это делают много и одновременно, да, а это вот, обратите внимание, четыре параллельно работающих процесса. Сам шелл и три лс. Нет. Вот так. Вот теперь четыре. Параллельно работающих. Если с выводом мы разобрались, ну, в конце концов, мы можем написать программу так, что она не будет ничего выводить, да, выведет в файл, да, мы в конце концов можем перенаправить вывод в файл. Но если даже мы это все выведем на экран, ну, мы увидим некую вот смесь выдачи разных процессов. Вопрос другой. А если это программа, который мы запускаем в фоне, захочет вводить? Ну, не знаю. Вот. Вводить. Мы хотим поменять пароль. Пас воды. Бац, ставим к концу апперсен. Что происходит? Происходит довольно... Если бы не то, о чем мы сейчас говорим, а именно о том, что в фоне нельзя запустить процесс, который вводится на ротную вводу. Произошла бы довольно глупая ситуация. У вас шелл текущий ждет ввода с экрана, потому что он ждет следующей командной строки, да? Он запущен в фоне, он запущен в фоне, он не дожидается конца работы программы. И программа ПСВД говорит, ну, введите пароль-то. Кому вы будете его вводить? Я видел операционные системы, я видел операционные системы, в частности, ОСРВ, она же RSX, в которые все запущенные процессы по очереди вводили. Вы нажимаете Enter, а он переключается на следующий процесс. И прямо показывает второй процесс из запущенных вами. Нажимаете опять Enter, он переключается на третий. Поэтому, если у вас там запущено штук 10, то работа с ОСРВ состояла в таком бесконечном нажатии много раз Enter. Тык-тык-тык-тык, ввел. Тык-тык-тык-тык, опять ввел. Вот. Это если вообще там система не перегружена, а про это вспомнит. Короче, этой билиберды в Linux нету, и в Unix тоже нету. Есть простой закон. По вводу с терминалом может быть связан только один процесс. Этот процесс называется интерактивным, а все остальные процессы, в частности, все процессы, запущенные вот таким вот образом, без ожидания, называются фоновыми, они не связаны с терминалом по вводу. Если они захотят вводить что-то со стандартного ввода, с терминала, их приостановят. Об этом мы еще успеем, я надеюсь, поговорить. Надеюсь, успеем. Опять-таки, подробнее мы будем об этом говорить потом, не в этом семестре. А сейчас нам надо знать только вот это. что процессы можно запускать в фоне, но при этом они не могут вводить со стандартного ввода, потому что со стандартного ввода может вводить процесс только вот фоновый. Чтобы закончить эту тему, чтобы закончить эту тему, вот мы тут, говоря про процесс, который хочет вводить, но не может, потому что он запущен в фоне, отвязан от терминала, мы, я упомянул такое волшебное слово «приостановит». и это на самом деле довольно важная тема, она называется «сигналы». «сигналы». Традиционно в уник-системах процессы обмениваются друг с другом данными достаточно простыми и описанными в теоретической литературе способами, один из которых – это посылка друг к другу сигналов. Посылка сигналов. Собственно, сигнал – это такое сообщение, в котором нет ничего, кроме номера этого сообщения и получателя этого сообщения, не более того. Более того, сигнал может посылать один процесс другому процессу или операционная система другому процессу. Это, в общем, дело такое, вот, дело такое вполне обычное. Вот. Сигналы хороши тем, что они поддерживаются операционной системой, то есть доставка сигнала – дело операционной системы. И, соответственно, если ваш процесс по какой-то причине вообще сигнал не получил, это, значит, следствие того, что уже все там, ядро уже не фурычат. Да, там, допустим, процесс завис, пытается прочитать что-то из тарапанной дискета, да, вот такой типичный пример. Он жует ее, жует, ты ему шури, и такой сигнал послал и сякой, а он их игнорирует, потому что он там сидит в ядре, застрял и жует дискет. Вот. Чтобы послать сигнал процессу, нужно выполнить командочку, как это ни странно, kill. Дальше идет необязательный параметр сигнал. А дальше идет, собственно, просто сайди, тот самый. Это приведет к тому, что ваш shell запустит программу kill, и эта программа пошлет сигнал вот такой, вот такому процессу. Что сделает процесс? Во-первых, система проверит, имеете ли вообще право посылать сигнал данному процессу, как правило, на основании того, является ли его собственником. Вот. Если имеете, то процесс либо этот сигнал обработает, получив его, либо за него это сделает операционную систему, если он это не умеет или не имеет права делать. Да? Есть такие сигналы, которые нельзя обрабатывать. Вот. То есть всегда операционная система их обрабатывает. Вот. Их можно, правда, не получать, но не обрабатывать их нельзя. Тем самым вы можете, и процессы могут довольно эффективно управлять работой друг друга, учитывая, что помимо стандартных сигналов, связанных с убийством процесса, ну, kill не зря же назвали kill, да? Есть там, как он там называется-то, главный сеткил, он так и называется. Второй, третий и пятнадцатый. И пятнадцатый, да. И пятнадцатый, который с этим самым аларм. Ну, короче говоря, есть некоторое количество сигналов, предназначенных именно для убийства процесса. Вот. Почему вроде как операции убийства, а сигналов много? Предполагается, что некоторые из этих сигналов можно обработать и сказать, ты говоришь, умирай процессом. Он говорит, не хочу. Вот. В отличие, кстати, от девятого, девятый сигнал нельзя обработать. Его вот, если уж вы убиваете, то убивайте. Вот. Помимо этого, существует какое-то количество сигналов, которые говорят не об убийстве процесса, а, скажем, о некой ситуации, происшедшей с операционной системой. Ну, допустим, есть сигнал hang up, первый, собственно, который в давние поры был предназначен для того, чтобы оповестить процесс, что оборвалась терминальная линия, что у него ввод закончился сам собой, да, вот путем обрыва терминальной линии. На сегодняшний день сигнал hang up, например, используется для управления демонами. Не представляешь, что это hang up? Они считывают свои конфиг файлы и перезапускаются. Вот. Есть даже пользовательские сигналы, там, USR1, USR2. То есть вы можете написать свою программу таким образом, что при приеме сигнала, скажем, USR1, она делает какие-то определенные предусмотренные вами действия. Домашнее задание. Найти пример такой программы в стандартном дистрибутиве Linux. Ну, в общем, достаточно большом, не сильно урезанном. Домашнее задание. Пример программы стандартной. Linux программы. Обрабатывающие программы, обрабатывающие USR1. Сигнал USR1. SIG USR1. Ну, естественно, надо рассказать, как она это делает. И зачем? Еще примеры. Ну, разные бывают примеры. Да, вот Сигею Саразин. Нет, Апаша может не быть стандартным дистрибутивом в вашем десктопе. Вот. Я же вам это и рассказал. А, это, да, ну, не важно. Да. Значит, возможно, еще какие-то умеют. Окей. И так, программа будет либо сама обрабатывать сигнал, либо за нее это сделает система, и она, скорее всего, такую программу остановит. Да, вот если вы посылаете Hang-Up, первый сигнал программе, которая не остановит и убьет, да. Ну, в смысле, совсем убьет. Программа возьмет и прекратит свое существование. В смысле, освободит там все. Файлы закроются, как бы это сказать, аварийные. Вот. Ну, как? Если ее оторвать... Если девяткой прибить, тогда не зафлешивается. Да, UFR1? Зафлешивается? Делают драйвер. А, логично, да. Логично, согласен. Так, это я рассказал, это я сказал, это я рассказал. Секстоп надо сказать. Что? Секстоп надо сказать. Да, секстоп. Совершенно справедливо. Значит, и вообще тут есть еще одна тема, которую надо успеть осветить за последние две минуты. Дело вот в чем. Для удобства работы Shell предоставляет возможность посылать сигналы непосредственно с клавиатурой, но только активному процессу, не фоновому. то есть, как это выглядит. Вы запускаете команду, она очень долго думает, глючит, что-то делает, а вы ее запустили не в фоне, а вот в интерактивном режиме. Вы можете послать ей сигнал, дай бог памяти, int, нажав по умолчанию сочетание ctrl-c, или как это принято обозначать в юник-системах, вот так. Это не два символа, это ctrl-c. При нажатии этого сигнала, если вы не переустановили не переустановили это собственноручно в вашем терминале. Вместо символа с аскекодом 3, что соответствует ctrl-c, терминал не получит ничего, а вот активный процесс получит сигнал, сигнал, сигинт, и скорее всего остановится, если он это не обрабатывает. Ctrl-c, что ли, suspend. Значит, это у нас int, это у нас suspend, или как он называется? Он стоп. Стоп, стоп, стоп. Суспендом он называется в стт-у. Довольно забавный сигнал, который нельзя обработать, и получив который, процесс меняет свой статус, он перестает работать, он переходит в приостановленное состояние. Именно сигстоп получает процесс, который запущен в фоне, и вдруг захотел читать со стандартного ввода с терминалом. Почему он получает сигстоп и не умирает? Потому что шелл предоставляет возможность манипуляции, об этом мы опять-таки поговорим в следующем семестре, возможность манипуляции всей пачкой запущенных процессов фону можно сделать активным, активным, и можно сделать фоновым. И вот этот, который застоплен, его можно сделать обратно активным, и тогда он будет считывать с этого самого стандартного ввода. И вы можете ему скормить, потом его остановить снова с помощью Ctrl-Z, поставив ему стоп, и отправить его обратно в фон. Аналогичный сигнал обратный называется Cont, который позволяет продолжить работать. он переводит из состояния застопленного в состояние рабочего. Вот. То есть, резюме этой части. Управление процессами в системе происходит с помощью сигналов, которые они друг другу отправляют, и система их тоже может отправлять. шелл предоставляет расширенные возможности по отсылке сигналов именно текущему процессу, не фоновому, а активному процессу. Вот. Кстати сказать, настройка это делается командой STTY. Можно посмотреть, что он там умеет. Значит, фоновый процесс отличается от активного тем, что он не привязан к поводу к терминалу, и, соответственно, по сигналам тоже. Если вы хотите передать сигнал фоновому процессу, используйте команду KILL. Напоминаю, что KILL это не убить процесс, а передать ему сигнал. Просто по умолчанию сигнал как раз по-моему передается. Или SIG KILL передается по умолчанию. SIG KILL, SIG KILL, конечно. KILL девятый. Вот. Такие вот дела. На чем, собственно, я заканчиваю. В следующий раз у нас права доступа, и я надеюсь, я подготовлю нормальную тему по альтернативным межпроцессным взаимодействиям. В типичной Unix-системе существует еще один неописанный в типичной Linux-системе существует еще один неописанный в документации по Unix-системам способ межпроцессного взаимодействия, который в последнее время все активно и более-более активно используется. Это DEBUS. Вот. И это тоже достаточно жесткий вариант, пропустив мимо ушей которой довольно тяжело понять, почему оно шевелится само. Вот. Все, спасибо. Значит, Артем. Где Артем? Артем. 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 Продолжение следует...